Когда я был маленький, к нам в гости пришел дядя Вася и спросил Юра, скажи, зачем ты пришел в этот мир? Я посмотрел на него, как на больного. Дядя Вась, ты чего, как, зачем? Ну, для чего ты пришел в этот мир? Во-первых, меня никто не спрашивал. Я говорю, хорошо, хорошо, да это точно. А во-вторых, я так подумал, я говорю, я пришел, чтобы жить. Он говорит, о, хорошо, а что такое жить? У меня полную растерянность, что такое жить. Мне 7 лет мальчику, мама на него налетела. Юра, Вася, ну что ты к ребенку такие глупые вопросы задаешь? Что такое жить? А ты сам знаешь, что такое жить? Дышит и живет. Я говорю, ну жить, вот, я говорю, ну стоп. Он говорит, Валя, тихо. Пусть ребенок думает, что ты останавливаешь. За него не надо думать. Ну, скажи, что такое жить? Я говорю, ну жить, это значит вот кушать. О, хорошо, кушаешь физически. Так, это дышишь, правильно, чистым воздухом, хорошо. Спать, сплет, отдыхаешь, надо отдохнуть, устал. Ну, это радоваться. Ну, сынок, что ты говоришь, спать, есть, радоваться, что пить, опять в туалет ходить, что вся жизнь? Нет, ну, а для чего, что в этой жизни? Я говорю, ну как, что, учиться. О, а для чего учиться? Ну, как для чего, чтобы грамотным стать? А для чего тебе грамотным стать? Я говорю, ну, чтобы работать. А кем ты хочешь стать? Я говорю, да я не знаю. Он говорит, ты куда идешь? Я говорю, иду, сегодня ночью спать буду. Вот ты сегодня ночью, сынок, не спи. Ты сегодня думай, кем ты в жизни станешь. Я говорю, так это я в такой растерянности. Мама налетела опять на дядю Вася. Да ладно, вот он институт закончит, и будет знать, кем ему быть. Будет инженером. Говорит, Валя, тихо. Если ребенок сегодня не начнет думать о завтрашнем дне, у него завтра будет пустота. И он вырастет, и как Бобик, будет бегать и искать, где ему больше заплатят. Это вот как ты бегаешь, что с одной работы тебя уволит, то с другой, то там, то здесь. Бобиком хочешь быть? Я говорю, нет. Вот не спи сегодня. Видите, у меня уже седьмой-десятый. А я эту ночь помню, как кошмарный сон. Я вдруг в эту ночь осознал, что я могу в этой жизни быть Бобиком, который не имеет своей мысли, не имеет своего слова. Просто это как пустой, как мыльный пузырь. Никто! Я сказал, сын, нет, я найду себя. И стал искать. Как это? Слова можно? Ищи себя. Хорошо сказать. Ищи. Я начал просто по-простому. Мысленно проигрывать профессии, которые мне нравятся. Одну профессию, вторую профессию, третью, четвертую. Мне очень понравилось летчикам. Поплака летать. Потом на качелях покачался, меня замутило. И я понял, что мой организм к этой профессии не подходит. И я стал искать. Ну, под сознанием я уже дал задание. И выяснилось. И вот восемь лет уже, целый год у меня был поиск. Я искал. Я не просто искал, я проигрывал. Проигрывал профессию. Хорошо ли мне будет? Удобно ли мне будет ей? И вдруг отец приносит телевизор. КВН. И выступал Чарли Чаплин. Я вскочил, и как он начал прыгать. И кто-то засмеялся. И этот смех этого человека у меня такой радость стал. Я такое почувствовал блаженство. Я сказал, бабушка, я нашел. Что ты нашел, сынок? Себя нашел. Если бы вы видели ее глаза, то я посмотрел, как на больного. Как от себя можно найти? Ты что, сынок? Я нашел. Я ничего не сказал ей. Я пошел, зашел в комнату и сказал себе, вот что я могу делать сейчас, в эту секунду, чтобы начать осуществлять свою мечту. Не ждать, когда куда-то что-то, а вот сейчас, вот в эту секунду. Я подумал, о, прокрутил все и сказал, о, я могу. Я взял маечки, трусики и пошел заниматься балетом. Балетом? Причем есть балет? Клоуны балетом. А потому что Чарли Чаплин прекрасно двигался. Он владел своим телом. Чтобы стать клоуном, нужно познать самого себя, почувствовать и физически, и внутренне. И я очень много, пять лет занимался балетом. Потом я понял, клоуну нужно здоровью. Я пошел спортом заниматься. Не то, что одним, а все виды спорта. Так, для себя. Расширять диапазон чувств. Чтобы у меня и фолейбол, и футбол, и бокс, и плавание, и все. И гимнастика. Понимаете? И это меня... После четвертого класса я начал поступать в цирковое училище. Единственное, балет и цирк после четвертого класса начинают принимать. Меня не приняли. Год, два, три, четыре. И вот я восьмой класс уже, восьмой класс уже. Четырнадцать лет уже все, гормоны уже бьет. Все. Понимаете? Все. Я уже... И они надо мной так насмеялись. Можно сказать, унизили. Просто в лицо так. Знаете, когда... Вот это состояние внутренней потерянности. Ты выходишь оттуда полностью вот опустошенный. Когда посмеялись, сказали, да это не твое. Ты можешь, мальчик, понять? Это не твое! И так еще. Я пришел домой убитый. Вот сколько лет я мечтал. Все. Готовил себе. И вдруг не мое. И они меня так это убедили. И я понял, что пробиться невозможно. Стена. Приходит отец. И говорит, сынок. Как приняли училище? Я говорю, папа. Меня никто не верит. Никто! И вдруг отец говорит, сынок. Ты ошибаешься. Я знаю человека, который верит в тебя. Говорю, кто? Я. Твой отец. И в эту секунду, вот я тогда в 14 лет понял, что нет больше силы, которая пересилит меня. Нет больше силы. Я всем докажу, что клоун живет у меня в сердце. Я говорю, папа, вот он внутри его не видит. Они увидят скоро его. Я так послал. Вот каждой волосинкой, каждой частичкой попросил. Господи, помоги мне осуществить мою мечту. Помоги. И когда ты обращаешься к Творцу вот так, просто честно, от души, просишь чистого, хорошего создать, он тебе дает возможность. Встречаю девочку в троллейбусе. Она едет, разговорились, она говорит, а я работаю в цирке. Я говорю, в каком цирке? Она говорит, вот, в народном цирке. В народном? Да. И она меня приводит в народную художественную самодеятельность. Я думаю, вот глупый, балетом занимался, спортом. А цирк-то тоже есть, народный цирк. И я начинаю заниматься каждый день, по 20 часов в день. И вот счастье 70-летия, то есть 50-летие советской власти, конкурс художественной самодеятельности. И я становлюсь первым клоуном Советского Союза. Мне исполнилось 16 лет. Еще не исполнилось даже. Нет, исполнилось 16, и уже 17-й им ушел. И я доказал всем, что я могу быть клоуном. И работал в цирке, мне дали даже работать. После этого меня приняли в цирковое училище. Я все это детям даю свою жизнь, что в жизни никогда не надо сдаваться. Проблемы человек создает себе сам. Только сам. Надо с детства определять мечту. Как это? Я в книге рассказываю. Только там, где сердце. Подсказать может только сердце. Я написал для них книжечку. Учитесь разговаривать со своим сердцем. Это очень важно. Потому что чужое сердце, оно может увести в болото. Оно может быть злое, бессердечное. Оно может быть красивое. Красивыми словами говорить, одет очень все. А внутри пустота. Поэтому твое сердечко, говорю, сынок, тебя любят. Всегда, в любой ситуации. В сердечке есть очень важный природный инструмент, который Творец дает каждому человеку от рождения. Этот инструмент, многие его, он мешает жить. Мешает что-то пользоваться. Он грызет, кусает. Это совесть. И вот если ты по жизни идешь согласно своей совести и разговаривая со своим сердечком, ты можешь добиться невероятных успехов. Честным путем можешь добиться все. Я им рассказываю, как я шел. Все своим трудом. Вот видите, седьмой десяток, мозоль. Я работаю, стою на одной руке, форму не потерял. Вот как я 25 лет выступал. Но тому назад 30 лет, так же и сейчас. Разницы никакой. Главное, сейчас только я уже узнал, что Иван Петрович Павлов, оказывается, в 1895 году, когда открыл, сделал свое открытие, он обратился к учителям, психологам, к родителям. И сказал родителям, развивайте у детей рефлекс цели. Рефлекс цели дает ребенку устремление в жизни. А вот устремление воспитывайте, чтобы было идеально. Воспитывайте. Целенаправленно. А самое лучшее воспитание – это личный пример. Только личный пример. Если семейное воспитание, оно же огромное раньше на Руси, семейному воспитанию уделяли. Это было одно из первых. Говорит, вот Пушкин, они же в деревне там где-то были. А потому что там в семье воспитывали. Не где-то, а семейное воспитание. Это очень важно своим примерам, отношениям, умением относиться друг к другу, к животным, к растениям, к природе, ко всему, к окружающему миру. Вот она прелесть какая. И я в своих книгах «Уроки доброты» я это все попробовал детям объяснить. Продолжение следует...